друзья всем привет сегодня мы с вами приготовим ташкентский плов значит точные громоздки я оставляю в описании сейчас первым делом нам нужно будет сильно нагреть казан и только после этого мы с вами вливаем масло значит что по маслу будем использовать 50 процентов растительного масла и 50 процентов зигир май нам нужно будет вот уже разогреть но об этом немного позже нарезаем морковку нам понадобится одна головка лука нарезаем там перьями кольцами кому как удобно значит что касается риса я его предварительно уже замочил в теплую воду перед тем как мы включили казан и добавим небольшое количество соли значит пока у нас коза нагревается мы с вами отмерим ровно 300 грамм масла как я уже говорил ранее масло у а также зигир май это темное казан у нас уже нагрелся и масло отправляем разогреваться сейчас закладываю пол головки луковицы и так друзья масло у нас накалилась закладываем говядину значит я стараюсь сразу там не хвататься за шумовку и тома все мешать пусть слегка вот схватиться мясо да дадим немного колер мясу а потом начинаем размешивать и так сейчас мы с вами закладываем лук что друзья ждем примерно 5 7 и уже дальше будем закладывать специи и так друзья вся плана выборилась мясо поэтому я добавляю одну ложку барбариса добавляю ложку зиры соль так обильно посыпаю слегка размешиваем то есть мы сейчас за счет зиры за счет соли за счет барбариса до придаем вкус мясу значит дальше мы закладываем морковь слегка вот так приминаем киш-миш также барбарис зира зиры в плове много не бывает друзья добавляю мут и теперь заливаю холодную воду на уровне морковика вода должна быть даже чуть меньше потому что морковка тоже дает свой сок друзья теперь по желанию можно добавить чили перец даже вот как-нибудь вот так что покрасивее не получается потому что казанчик все-таки маленький у нас но я думаю что тоже неплохо ну и по-хорошему бы добавить там головку чеснока к сожалению мои гости не едят чеснок поэтому мы сегодня вот не будем добавлять все накрываем крышку и так значит сейчас у меня стоит на девятке мы с вами убавляем огонь на троечку где-то и вот пусть медленно полтора часа у нас безервак будет тушиться и так друзья я сейчас хочу вам показать какое кипение должно быть на этапе тушения моркови я сейчас сниму перец чтобы он не отдал всю остроту морковь кипение вы видите сами да здесь она не агрессивно чуть выше среднего я думаю что минут 20 сразу хочу пояснить здесь на наглядно видно что у нас в принципе вода соединилась с маслом морковь отдала свои соки и поэтому у нас вода уже превратилась в эмульсию да вот это именно то что нам нужно значит друзья грис мы промываем три раза вот не делаем движения которые стирают наш рис вот такие я имею ввиду просто бывают начинающим поворотом берут рис и начнут так терять друг от друга и соответственно 300 там ничего не остается поэтому легонечко с поднимаем снизу наверх снизу наверх значит сразу хочу продемонстрировать да рис у нас стал прям ярко белого цвета впитал себя нужное количество воды и дальше мы его будем уже доготавливать на пару значит в принципе у нас все готово для того чтобы мы с вами начали закладку риса по кругу выкладываю рис добавляю соль размешиваю закрываем крышкой на примерно на 10 минут что касается температуры друзья так как мы делаем плов на пару температуру мы не выставляем на максимум да также минимальный огонь 10 минут пропариваем открываем крышку мешаем и вот так бум мешать рис примерно три раза пока у нас плов готовится мы с вами сделаем салат шакарап нарезаем томаты также нарезаем лук пару щепоток соли немного красного перца черный перец и собственно размешиваем наш салат значит если у вас есть зелень там базилик петрушка кинза что угодно смело добавляйте этим вы салат точно не испортите итак прошло 10 минут давайте смотреть значит середина у нас хорошо закипает края плохо поэтому сейчас середины на края раскроем середины я буду это делать очень аккуратно накрываем крышкой еще на 10 минут итак сейчас будем размешивать слов уже второй раз стараемся не задевать слой моркови видите да как рис увеличился вот на этом этапе вы всегда можете попробовать рис на соль на его готовность я думаю что он готов на 80 процентов поэтому держим еще да я в этот раз предлагаю сделать такие отверстия для того чтобы пара выходил более обильно и ждем друзья еще 10 минут и так друзья все слов у нас готов можете посмотреть насколько он рассыпчат и все сейчас мы с вами снимаем его и начинаем оформлять так перекладываем значит теперь достаем морковь добавляем перец собственно все друзья наш праздничный плов готов и самое время продегустировать в первую очередь хочу попробовать мясо смотрите мясо реально нежно вот она распадается прям на прям на волокон отлично вот реально друзья я сейчас получил удовольствие почему а вы попробуйте взять барбарис нут изюм морковку рис конечно же кусочек благородного мяса и вот теперь ешьте с удовольствием и вот теперь ешьте с удовольствием сначала сладость сладость от моркови а также от изюма то есть это приятная сладость друзья затем это плавно перетекает в кислинку только после этого я начинаю чувствовать вкус риса чувствуются зира пахнет вкусно аромат зиры просто бомбически сейчас все вот эти специи которые мы добавляли просто они здесь играют гармонию вкусов вот честно очень вкусный плов всего в меру рис дошел нут мягкий морковка не развалилась целая ммм сладкая с кислинкой ммм ну мясо вообще просто бомба ну что ж друзья наш выпуск подходит концу и поэтому я с вами прощаюсь но ненадолго потому что каждую неделю я выпускаю новые ролики если вам понравился этот ролик обязательно поставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал давайте развиваться вместе до новых встреч до новых встреч